Здравствуйте! В эфире новости 24 в студии Махач Курбанов. В начале выпуска короткий анонс о том, что сегодня будет. В Каспийске на одной из автозаправок совершено нападение на сотрудников полиции. Прошло 5 лет со дня трагического события, унесшего жизнь ученого-богослова Саида Афанди. Пробки в центре Махачкалы и пешеходный проспект имени Расула Гамзатова по выходным. Мнение людей за или против, выясняли наши коллеги. Сегодня утром в Каспийске было совершено нападение на сотрудников полиции. В ходе атаки убит один из стражей порядка. Второй полицейский тяжело ранен. Инцидент произошел на одной из автозаправочных станций. По имеющейся информации, трое преступников были вооружены ножами. Мужчины напали на сотрудников правоохранительных органов в момент, когда те заправляли служебный автотранспорт. Полицейские сумели оказать сопротивление и ликвидировать двоих нападавших. Еще один скрылся. В ходе столкновения один полицейский погиб. Второй получил тяжелые ранения и был доставлен в больницу. Личности злоумышленников устанавливаются. Дагестан всегда славился учеными-богословами, которые бесстрашно, не боясь за свою жизнь, распространяли религиозные знания. Одним из таких был и великий шейх Саид Афанди. Прошло пять лет со дня трагического события, унесшего жизнь наставника многих мусульман Дагестана. Но мы всегда будем помнить великого ученого и следовать всему, к чему он призывал. Он учил относиться к людям так, как мы хотели бы, чтобы относились к нам. Он просил проявлять терпение даже в ущерб своему самолюбию. Он учил отвечать добром на зло и не быть высокомерным по отношению к окружающим. Всю свою жизнь он старался наставлять на правильный путь всех, кто искал истину. Он посвятил всего себя воспитанию и наставлению целого поколения мусульман. Одному из пророков было велено съесть первое, что он увидит. Выйдя из дома, он увидел перед собой огромную черную гору. Конечно, он подумал, как же мне быть, ведь Аллах велел съесть первое, что найду. Раздумывая шаг за шагом, он двигался вперед. И с каждым его шагом гора незаметно уменьшалась. Он чувствовал, что она уменьшается. Теперь он потихоньку начал двигаться вперед, а гора уменьшаться. И пока он дошел, гора совсем уменьшилась и стала вот такая. Он ее и закинул в рот. У этой истории такой смысл. Мы гневаемся из-за пустяка, а Иблис его раздувает. Бываем такими, как будто кроме нас в этом мире никого нет. Это образ любого человека. Вначале гнев бывает подобно той горе. Шайтан его раздувает. Теперь проходит день, проходит неделя, проходит месяц. Подобно тому, как та гора уменьшалась, гнев тоже проходит. Он не остается в одном состоянии. Смягчается и смягчается. В конце становится очень легко. Молодые люди должны мириться, хотя бы тогда, когда смягчилась злость. Будь то братья по вере, среди родственников или по соседству. Быть в ссоре – это вещь некрасивая, неподходящая нам, мусульманам. Одним из наилучших качеств Айда Афанди был его благой нрав. Он никогда никому не отказывал в помощи. Он не раз откладывал свои личные дела, чтобы решить чужие проблемы. И достигнув ранга духовного наставника, он никогда не обделял вниманием пришедшего к нему. В годы смуты в нашей республике те знания, которыми он делился, были путеводителем к истине и отгородили многих от лживых религиозных течений. Такого развития и распространения Ислам достиг не с помощью насилия, убийств, угроз и силы, а потому что мы, мусульмане, поразили людей своим добрым нравом и хорошим поведением. Разговоры и проповеди тоже неэффективны. Это мы должны обладать истинным исламским нравом. Искренне, не на словах, а от души. Тогда люди сами к нам потянутся. Шариат тоже от нас этого требует. Апрель 2012 года. Ежегодный маджист Черкеи собрал тогда огромное количество мусульман. Никто тогда не понимал, что шейх собрал всех, словно желая проститься с теми, кого очень любил и за кого всегда просил Всевышнего. Люди, занимающиеся богослужением, подразделяются на три категории. Одни из них совершают его для показухи. Это все пропадет зря, и даже вот столько им не будет от этого пользы. Другие, чтобы достигнуть рая или уберечься от ада. Это вторая категория. А третий, лишь ради довольства Всевышнего Аллаха. Они говорят «Иляхи анта максуди». Смысл этих слов «О Аллах, я поклоняюсь, чтобы познать Тебя». Ни достижение рая, ни защита от ада не является моей целью. Моя цель – познать Тебя. Далее «Варидлакаматлюби». И то, к чему я стремлюсь посредством этого служения Тебе, лишь Твое довольство. Вот самый лучший и самый чистый избранный путь ислама. Шейха Саида Афанди знали и почитали не только в Дагестане и России, но и по всему миру. Далеко за пределами нашей Родины он пользовался уважением увидных ученых, многие из которых были потомками пророка Мухаммада, мир ему и благословения Аллаха. Приезжая в Дагестан, они посещают могилу великого шейха. Пять лет прошло со дня его смерти. Боль от этой раны не утихла до сих пор, ведь проститься с человеком, наполнявшим смыслом твою жизнь, не так легко. Это невосполнимая утрата. Но сам великий шейх не пожелал бы себе другого конца. Как и его ученики, отдавшие жизнь за религию, он также смело встретил смерть лицом к лицу. Всевышний не забрал этого человека, не дав завершить ему свою миссию. Он оставил после себя достойную замену. К тому же пути, к которому он призывал, призывают и его наследники. Он оставил после себя книги и речи, пронизанные проницательностью и глубиной знаний, от которых люди по сей день получают огромную пользу. И это доказательство, что учение, которое находится под защитой Всевышнего, не остановит никому. Абдулла Алиев, Далут Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Глава Дагестана Рамазан Абдуллатипов в сопровождении мэра Махачкалы и министра строительства и ЖКХ республики проинспектировал возведение исторического парка «Россия. Моя история». Ему доложили, что работы идут согласно графику. Уже закончен монтаж ферм из фонда гуманитарных проектов. Для проверки готовности этого вида работ завтра планируется приезд главного архитектора проекта «Исторический парк «Россия. Моя история» Инессы Прониной. Также завершаются работы по устройству покрытия из керамогранитных плит, лестничных маршей и площадок здания. Продолжается установка систем кондиционирования, вентиляции, пожаротушения и электротехнической части здания. Помимо этого начаты работы по укладке сетей внутреннего водоснабжения, водоотведения и монтажу оборудования лифтовых шахт. В целом Рамазан Абдуллатипов остался доволен качеством и темпами строительства, но поручил еще раз проанализировать стиль оформления фасада здания. И некоторых внутренних помещений. Недовольные пробками водители, удивленные прохожие. Закрытие проспекта имени Расула Гамзатова вызывает у горожан и гостей столицы неоднозначное мнение. Казалось бы, цель такого переустройства созидательная, ведь на одну пешеходную зону стало больше. Но жители столкнулись с непредвиденной проблемой. О неудачном новшестве у Мэйбарагимова. Посмотрите назад. Вообще невозможно. Нервничаешь. Ты едешь и нервничаешь постоянно. В часовой пробке Башир Камилов стоит не только в эти выходные. На протяжении трех месяцев он, как и другие водители, оказывается жертва непродуманного преобразования. И без того узкие улицы Махачкалы буквально переполнены транспортной паутиной. Ну, Лейна лучше было бы открыть, если можно было бы, конечно. Потому что это очень пробки большие. Люди, видите, стоят в пробках по часам. Пока мы ехали, от моста до суда уже полчаса прошло, девушки все стоят. А мы спешим время, у кого работают, у кого что, какие дела бывают. Проблема не без решения, решение не без идей. Если администрация города для дополнительной пешеходной зоны выбрала именно этот, самый используемый автомобилистами проспект, то водители предлагают свои варианты. Лучше было бы отдельный парк для всех детей, чтобы все гуляли, где удобно. Я не знаю, предложил вообще построить парк рядом с городом, но не внутри города. Проблема часовых пробок и километровых объездов не единственная. Проспект превратился в настоящий рынок. Скейтборды, скутеры, велосипеды. Если суббота и воскресенье для детей это небольшое развлечение, то для арендодателей и продавцов это дополнительная прибыль. К этим транспортным средствам жители уже привыкли, пока улицу не заполнили широкие детские машины, кареты с лошадями и паровозом. Не говоря уже о каруселях, которые закрывают практически всю линию дороги. Олег Зейналов объездил множество городов и стран. На родину в Дагестан приезжает не так часто, преобразованием удивлен. Говорит, в цивилизованных странах такой коммерции не наблюдал. Делается более компактно, без аттракционов, без игр всяких, без велосипедов. Ну, народ гуляет, гуляет. Создается пространство, и оно людьми как бы осваивается. А здесь есть большие пространства, вообще пустые, а где-то есть гуски, коммерции. Как-то это не вызывает большой радость, честно говоря. Одни арендуют транспортное средство, другие продают. Так лавка со скутерами здесь с самого начала, с момента закрытия проспекта. Ведь подобного рода бизнес здесь обыденное дело. Продавцы в один голос твердят, разрешение есть практически у всех. Разрешение не пускали бы. Здесь постоянно патрулирует полиция, постоянно ходит здесь. Я не знаю, вы видели или нет, они постоянно мимо меня тоже проходят. Они ничего не говорят, потому что они знают, что у людей есть разрешение на это. Почему закрытие улицы превратило выходные водителей в вечную дорогу, а детские развлечения в бизнес-предпринимательство? Администрация города не прокомментировала. Но недовольным жителям остается только ждать уже позитивных преобразований. Ума Ибрагимова, Нурмухаммад Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Обучающий семинар для управляющих рынками компаний стартовал в Махачкале. Представители федеральных и республиканских органов власти, руководители точек продаж, надзорные органы, сотрудники МЧС и другие специалисты встретились, чтобы проанализировать деятельность розничных рынков, обсудить укрепление кадрового состава и развитие торговли в Дагестане. Подробнее в сюжете Ларьяна Шамхалаевой. Санитарные нормы и пожарная безопасность, тонкости оформления арендных отношений и вопросы трудового права. Каким должен быть дагестанский рынок сегодня, обсудили спикеры первого обучающего семинара по повышению квалификации для управляющих рынками компаний. В целом ситуация на оптово-розничных точках благоприятна и искоренению беспорядка. По словам специалистов, способствует выполнению пунктов дорожной карты. В тех условиях, в том состоянии, в котором находятся многие рынки или ярмарки, как их называют, в таком состоянии рынок не должен и не имеет права функционировать. И отсюда уже понимание, законен он или нет. Также мы проводим сейчас работу по упорядочению деятельности ярмарок, то есть прописываем и разрабатываем регламенты вообще ярмарок. Сейчас такого вообще точного понимания, наверное, и у организаторов, и у предпринимателей, которые там на них находятся, точного понимания нет, какая должна быть ярмарка по срокам, по месту проведения и по формату. Первый день встречи с докладами выступили ветеринары. Специалисты посоветовали обязательно при выборе мяса обратить внимание на овальное клеймо – знак соответствия. И отметили, что на втором рынке Махачкалы можно без опасения закупать продукцию животноводства. Там и лаборатория оснащена со всеми необходимыми приборами, оборудованием этими. И там квалифицированы врачи, которые прошли учебу в Московской ветеринарной академии. Все со стажем работают. Там смело, спокойно на рынке можно купить все продукции животноводства в происхождении. И рыба, и рыбопродукты. Мероприятие будет длиться три дня. По словам организаторов, насколько встреча была эффективна, можно будет судить по состоянию дагестанских рынков. Лариана Шемхалаева, Магомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. Дворец спорта имени Али Алиева в Каспийске готовится принять очередные игры предварительного этапа Кубка России по волейболу 2017 среди мужских команд. Соревнования стартуют уже сегодня. В преддверии их начала прошло техническое совещание организаторов и участников. Соревнования приурочены памяти народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. Министром по физической культуре и спорту Республики Магомедом Магомедовым было отмечено, что самая большая крытая спортивная арена Дагестана готова к проведению турнира. Глава спортивного ведомства также выразил уверенность, что в этом году турнир удастся провести на таком уровне, что поклонники волейбола получат удовольствие от просмотра своей любимой игры. В играх первого круга между собой встретятся Кузбасс, МГТУ и Газпром Югра в Дагестан. Редактор субтитров А.Семкин